Открытие вернисажа в выставочном зале прошло с аншлагом. Вспомнить художника, которому могло бы в эти дни исполниться 85 лет, собрались его коллеги, родные, друзья и те, кто хоть немного знаком с его творчеством. Архитектура и жители Старого Бреста стали одной из главных тем творчества художника. Во всем этом он видел особую романтику и уют. На выставке, переходя от работы к работе, старшее поколение придавалось ностальгии, а молодое воочию могло увидеть, каким был Брест раньше. Леониду Андреевичу было что сказать тогда, и ему есть что сказать сейчас. Вот его уже нету, а он все еще продолжает нам что-то рассказывать, он продолжает нам о чем-то говорить, о чем-то... В общем, человек есть, он с нами, он не ушел. Это редко, человек уходит, как правило, с концами, после людей мало что остается. Только избранным дано оставить что-то хорошее, чтобы столько людей пришло, просто потому, что был такой человек, жил, и он оставил такое наследие. В экспозиции представлено 73 работы, большинство которых сейчас хранится в фондах областного краеведческого музея. Картины Леонтия Долбуша находятся вне времени. Художнику удалось написать не просто дома или улицы Старого Бреста, а судьбу людей, которые там жили. И за тучами есть солнце. Именно эта мысль прослеживается в каждой работе, несмотря на обилие темных тонов в картинах Брестского мастера. Но это не единственная изюминка художника. Особое внимание привлекали портреты. Я для себя лично открыла Леонтия Долбуша как великолепного портретиста. Портреты талантливые очень актеры, конечно, потому что это портреты актеров, которые играют защитников Брестской крепости. Они настолько выразительные, что они действительно защищают Брестскую крепость. И художнику удалось очень хорошо это передать. На открытии вернисажа коллеги и друзья художника, а это в большинстве своем работники Брестского драматического театра, где большую часть своей жизни он проработал старшим художником-декоратором, рассказывали интересные истории о нем, вспоминали, каким светлым человеком он был, отмечая, что Леонтий Долбуш – настоящее сокровище Бреста. Шедевры были, когда... Томас, скажи, пожалуйста, был спектакль, когда открывался занавес, были аплодисменты. Волныщики и страховники. Актеров не было, но открывается занавес и аплодисменты, потому что там была роспись полностью весь, вся декорация была расписана. Там несколько планов было, кулисы, задники, заново, все, пять минут аплодисментов, без актеров. Это очень редко, когда именно художнику аплодируют. Творчество Леонтия Долбуша находит живой отклик в сердцах людей до сих пор, а потому возможность оценить мастерство художника на выставке, посвященной его памяти, можно будет до 27 сентября. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.